Арктика сделана в России. Международный молодежный форум под таким названием прошел в Малых Карелах. Он собрал 175 молодых ученых и специалистов, чьи научные интересы связаны с изучением Арктической зоны России, в числе которых 25 представителей иностранных государств. Участники прошли практику, в рамках которого решали задачи, связанные с комплексным социально-экономическим развитием опорных зон в Арктике. Я шестое поколение врачей дома, без вариантов. И, наверное, это такая достаточно благородная профессия. Мария Харлова-Рехачева – клинический интерн кафедры хирургии Северного государственного медицинского университета. На Международный молодежный форум попала через жесткий отбор. В числе одной из 11 команд участница она представляет медицинское сообщество опорной зоны Арктического региона. Моя задача здесь, так как я проживаю и знаю изнутри проблемы в здравоохранении именно опорной зоны Арктической области, моя задача здесь вложить лепту в улучшение каких-то моментов в области здравоохранения. Медики, экологи, судостроители, энергетики. В каждой из команд по 14 специалистов в разных сферах деятельности, среди которых и студенты, и работающая молодежь. Но цель, на которую они работают в рамках молодежного образовательного форума для всех одна – разработать комплексную модель развития Арктической зоны. Мы сюда не приходим с конкретно каким-то проектом. Мы здесь решаем проблему опорных зон Арктики, которые послужили бы толчком для освоения Арктики, Арктического региона в целом. То есть привлечение научных кадров, развитие промышленности, в частности энергетики, судостроения, вообще всех смыслов. В общем, главная задача состоит в том, чтобы сделать такую структуру, которая послужила бы толчком для того, чтобы сюда молодежь, молодые кадры приезжали. Они уезжали, оставались, учились, осваивали Арктику и, в общем, были полезными для государства. Дмитрий Пыжик – студент Северного Арктического государственного университета. В команде представляет специалиста по теплоэнергетике. Молодой человек скромничает, но все же признается – участники форума комплексно решают важную государственную задачу. Необходимая компетенция для этого имеется. Этот факт подтверждает и глава Росмолодежи Александр Бугаев. Причем здесь очень профессиональное сообщество, оно очень узкое, но это все специалисты высокого уровня. Когда смотрел про каждого некий материал, я, честно говоря, немножко даже пугался. В зале сидят люди, которые награждены медалями Академии наук и еще что-то. И ты на их фоне даже теряешься, на самом деле. Конкурс на форум был как в хороший вуз. Десять человек на место. Несмотря на то, что работать над серьезнейшими проектами для развития арктической зоны пришлось в буквальном смысле – в полевых условиях. В этих палатках живут, здесь же устраивают мозговые штурмы. У каждого участника нашей команды есть своя собственная кровать, своя собственная подушка, комплект постельного белья. Все очень теплое, все очень хорошее. В дополнение к этому нам выдают форумную одежду, в которой тоже очень комфортно мы себя чувствуем. Особенно валенки, что характерно именно для Арктики, чтобы было тепло и хорошо. Для молодежи на форуме созданы все условия. Не только для проживания, но и для получения необходимых знаний, многочисленные лекции и панельные дискуссии. Одну из таких провел губернатор Нейнского округа Игорь Кошин. Ключевой темой встречи стал проект строительства глубоководного порта в Индиге. Порт может стать точкой роста Северного морского пути за счет выгодного географического положения между Мурманском и Сабетой. Безусловно, открытый вопрос, когда начнется строительство. Понятно, что проекту нужны независимые инвесторы. На следующий день мы разработали декларацию о намерениях инвестирования в строительство, которая уже одобрена Росморричфлотом. Ну и как только утвердят все стороны, мы начнем проектирование. Ну а строить уже вполне возможно придется вам. С началом строительства порта в Индиге молодые ученые связывают и возможный прирост населения в Нейнском округе. Глава региона поясняет, в этом вопросе две составляющие. Период создания самого инфраструктурного объекта и его дальнейшая работа. При строительстве порта будут задействованы тысячи человек, конечно же, это вахты элементов. Но при обслуживании вот этой инфраструктуры будут этим заниматься вне почвы. Это выхотелось, чтобы наши местные жители, которые мы собираем собрать наглядку. То есть мы должны два этих понятия четко разделять. На моменте создания инфраструктуры необходимы тысячи человек. Да, это вахта, безусловно. Итак, вахта, специалисты. Вот рабочая специальность, заканчивая, это вера. А на эксплуатации этой инфраструктуры, это уже сотни людей. Это уже люди, живущие в этом социуме. Такой подход поддерживает и доктор юридических наук профессор Вячеслав Гаврилов. Вахтовый метод работы самый приемлемый и целесообразный, отмечает он. И применяется во многих странах мира. Примером международной практики служит и сам форум. Иностранные участники, которые на форум приехали из Китая, Испании, Канады, Финляндии и Исландии, интересуются всем, чем живет Нейнский округ. Как вы планируете развивать добычу нефти, если многие ваши клиенты, с которыми вы работаете, подписали Парижское соглашение и договорились все больше разрабатывать возобновляемые ресурсы? Каждый регион имеет свои особенности. И каждый регион на чем-то специализируется. На сегодняшний день Нейскоавтономный округ, помимо всего прочего, это ресурсы выбывающих регион с растущими уровнями добычи. Где-то она падает, где-то она растет. Поэтому задача сегодня округа – те ресурсы, которые есть, впустить на благо страны. Парижский договор не запрещает добычу нефти. Более того, отмечают эксперты, вложение в возобновляемые источники, например, создание бензина из РАПСа экономически невыгодно и нецельсообразно. Мир как развивал нефть, так и будет развиваться. Другой вопрос в том, чтобы выполнять те положения, которые нам предписаны. То есть сокращение выбросов, соблюдение технологий, защита среды, предопрещение. Это другой вопрос. Я думаю, что как раз это мы можем делать и так далее. Тем более, если вы знаете, с первого и наряда 2017 года вступил полярный кодекс, который регулирует навигацию по трассам Северного Москового пути и в Томске, в Том Канады. И поэтому я думаю, что подписав это соглашение и участвовав в нем, мы еще раз продемонстрировали своему миру нашу приверженность защиты экологии. Экологическая защита территории от нефтедобычи, ход строительства дороги на Ренмарусинске, роль Архангельской области в освоении Севмор пути. Ответы на эти и другие вопросы помогут молодым ученым более детально разобраться в вопросах развития опорных зон арктического региона. А знания лягут в основу проектов. Вы не представляете, сколько у нас идей, проектов, а теперь самое сложное это собрать, реализовать и графически представить, потому что, к сожалению, наши мысли не прочитают, как бы мне не хотелось, и поэтому нужно как-то все сделать самап. По итогам форума команда, ставшая победителем, рассказала о проекте экологической чистой переработки леса в Архангельской области. 14 участников команды получили право пройти стажировку в Министерстве экономического развития России. Мария Владимирова, Леонид Шишилов, Телеканал Север Архангельск.